Казахстан Участницы Евразийского экономического союза Вот-вот перейдут к ультиматумам Практически 7 километров Это вереница из большегрузных машин Которые стоят на въезде В контрольно-пропускной пункт Актелег Чтобы пересечь границу с Казахстаном На самом деле со стороны наших соседей С той стороны этого же пункта Таких очередей не наблюдается Это говорит о том, что проверки происходят очень быстро И въезд на нашу территорию достаточно простой В основном только со стороны пограничной службы Которые проверяют документы И конечно на возможное наличие Каких-то запрещенных веществ проверяют автомобили Ну почему же тогда С нашей стороны въезд в Казахскую республику Так затруднен Водители называют разные причины Претензии у них на самом деле есть И как в отношении казахских служб Так и наших в том числе В более лучшем положении оказались Те, кто везет Скоропорт Это ягоды в основном, черешня и клубника Их пускают без очереди А вот водителям фур, которые перевозят Товары народного потребления Неважно, груженые они Или же стоят пустыми Приходится оставаться в очереди Трое-четверо суток Каждый сидящий за баранкой Своего большегруза Рассказывает примерно одно и то же Что ждут по три дня Что переживают за товар За договоренности Что устали от такой ситуации Трое суток И наконец вот этот водитель Добрался до заветного шлагбаума Получается лебедь, рак, щука Короче, вот так Все по-разному Все по-разному? Да, по-разному Но многие жалуются, что вот Основную проверку ведут там Госкомитет доходов Казахстана На территории Что они, как они проверяют? Они могут, вот вы пересекли Они там где-то Ну мы документы сдаем в окошко Они там проверят И обратно нам отдают Мы не знаем, что они там проверяют Сколько времени занимает, например Со стороны Казахстана проверка? Ну иногда полчаса Иногда час Иногда пятнадцать Иногда как Тяжело сказать все это В кузове радиаторы Доставка в Екатеринбург Пока мы разузнавали, что до сколько Пограничники ему дают сигнал заезжать Он спешно улыбаясь Закрывает дверь и трогается с места Ожидание позади Да, временами хорошо, быстро Месяц поработает, нормально Потом опять что-то Какие-то загвозки В целом рейс сколько занимает? Ездим три дня Три дня Дороги А стоим шесть дней На выезде из нашей республики водителей Проверяют только погранслужбы От тех же, кто заезжает Еще и на коронавирус То есть в специально отведенном месте Водители фурс дают анализ ПЦР Заполняют анкету И двигаются дальше Это занимает не более пяти минут Медики в случае чего Отследят их по данным анкеты А вот соседи Кроме пограндосмотра С начала прошлого года В разрез с правилом ЕАЭС Установили на посту Налоговый контроль На коронавирус тоже проверяют Правда вне территории поста По данным руководства КПП Акцилек За последние сутки на нашу сторону Заехало 250 машин Соседи же пропустили 210 Может 220 Значительно медленнее При выезде грузовых транспортных средств Из Крымской республики Водители кроме пограничного контроля Никаких тестов Экспресс-анализов Ничего не сдают Только проходит пограничный контроль И осмотр грузового транспортного средства И все Они выезжают То есть уже готовы на выезд Фрукты-скоропорты Мы оказываем содействие То есть мы их пропускаем Не очереди Так как есть у нас Постановление правительства Мы содействуем Быстрому прохождению Скоропольским продуктов По словам Анарбаева На этой неделе Дела обстоят лучше Чем на прошлой Но водители особой разницы Не заметили Махмуд Шишин завезет 20 тонн моркови В Новосибирск Рефрижератор не выключается Иначе товар испортится Расстояние 0 А топливо уходит Казахская сторона проверяет Да, налоговую там задерживают сильно А что проверяют? Ну налоговые они же эти Документы все проверяют Записывают этот Учет берут Чтоб нелегально в Казахстан Не попала груз А вы куда везете? А я в Россию еду Транзитный Закон есть закон Придется подчиняться За это вот и стоим Учимся Налогики там слабо работают Практически можно сказать Вообще эти толком не работают Казахская налоговая Вот и образуются Такие заторы Приходится машину По трое суток В холостую кормить А сами уж Перебиваются Как могут Все чем кормится Все с собой Газ, плитка Вон все Все уже с собой возим Для таких случаев В машине Андрея Касатонова Картофель Молодой Его тоже возят В холодильнике Иначе дорогу В несколько суток Овощ не выдержит Все переживаем Все боимся Любой водитель Будет переживать И даже то Что она в холодильнике Тоже все равно А если РФ сломается Вы же просто доводите А есть который Хозяин этой картошки Он уже звонил Да И вот насчет этого Что говорит? Молится Вся ответственность Лежит при перевозке На водителя То есть вы будете Восстанавливаться Вот этот весь ущерб Сейчас она сгонет На дороге Ну вот вы не боитесь Что какая-то Какой-то процент Вы не вот Когда едете А в Киргизии Больше фактически Такой работы нет Что делать? Приходится рисковать? Конечно Впрочем Негласно По разговорам Среди водителей Не только Скоропорт Пропускают вне очереди Но и других И услуги Толгачей Тоже имеются Так что Дошлагбаума Доводит клиентов Прямо по встречке По этому поводу То и дело Случаются конфликты Между водителями Зарев Шадыев Говорит Что пока подобных явлений Не наблюдал Встал в хвост очереди Только сегодня Рано утром В субботу Привез в Кыргызстан Насосы из Украины Выезжает пустой Мы уже договорились с ним Я отправил им документы Свои На завтра На Шимкенте Чтобы погрузиться Ну не получается Вот Не знаю Там 6 или 7 километров Первый раз Я тут попадаюсь Первый раз В такой очереди попался Не знаю Что там В следующий раз Возьмете груз на Кыргызстан? Ну нет Не получится Я так думаю Что Чем тут 3-4 дня Там Здесь Там надо работать У нас Впервые такая ситуация Сложилась осенью 2017 года И теперь С определенной Периодичностью Повторяется Соседи используют Своё географическое положение Словно инструмент Для манипулирования Так расценивают Действия казахских властей Представители Нашего правительства И каждый раз Приходится выяснять Отношения Не только на Двусторонней основе Но и на площадке Коллеги Евразийской экономической комиссии По словам наших чиновников Казахстан намеренно тормозит Кыргызский экспорт Соседи говорят Что защищают Экономические интересы Своего государства От теневого импорта товаров Следующих из нашей республики 3 июня Две рабочие группы Встретились На этом КПП Актелек Карасун Провели хронометраж Прохождение фурами Обоих постов После чего Наши чиновники Заявили Что казахстанские коллеги При сравнении Признали Что у них Дело двигается дольше По данным нашего Минэконома За три часа замеров К нам заехала 61 фура 15 минут на машину А от нас В Казахстан Только 21 В три раза меньше Госкомитет по доходам Казахстана же Сообщил Совсем обратное Что совместный Хронометраж доказал Отсутствие Затянутых проверок На их КПП Фура проходит Пункт за 20 минут Из них сканирование Документов Для налогового учета Занимает лишь Три минутки А вести такой мониторинг Им пришлось Из-за выявленных Ими фактов Лжетранзита И лжеполучателей Вследствие чего Бюджет Казахстана Не дополучает Положенные налоговые Числения Эти обвинения Ситуация с затором На границе стали Темой обсуждения На сегодняшнем заседании Парламентского комитета По международным делам Нас волнует Только один вопрос Если не будут Услышаны наши условия Не будут приняты меры То какие будут решения Министр финансов Казахстана Сделал серьезное заявление Насколько вы Как министр ведомства Сможете это подтвердить Он говорит Что в 48 раз Снижают цены И в 10 раз Занижение и выпадение По косвенным налогам На основе этого Сейчас очередь В 7 километров стоит Все наши предприниматели Там страдают Вы еще не дали Никакого ответа А информация Уже как 3 дня Официально вышла Когда вы Сделаете опровержение По заявлениям Казахской стороны Это наносит урон Нашей репутации На международной арене Если это действительно Не так То почему Не опровергаете Вы Как представитель Правительства Официальное лицо Должны это сделать Мы сейчас Пытаемся В рамках Регламента Решить все Проблемы В ЕАЭС Сейчас Проводятся Встречи Есть у нас Последний Механизм Воздействия Это отозвать Наших министров Тогда не будет Кворума Не будет принято Никаких решений Если на Коллегии Будут решены Эти вопросы Я думаю Что пропуск Через Кыргызско-казах Свою границу Ускорится А если нет То должны быть Применены Те механизмы Про которые я сказал На своем сайте Госкомитет По доходам Соседей В эти дни Сделал Несколько Заявлений В том числе О разнице В наших Данных Экспорта И их Данных Импорта Что цифры Кыргызстана Ниже В 10 раз Что в накладных Занижены цены На товары Китайского Производства И это Влечет Не до поступления НДС И ставит Казахстанский Бизнес В неравные Условия Что только За первый Квартал Этого года Из заявленных В качестве Транзита В Россию Более 17 Процентов Товаров Остались На территории Казахстана Однако С 26 Января Наши границы С Китаем Были закрыты И определенное Время Из-за коронавируса Товаропотока Из Китая Вообще Не было С некоторых Пор Небольшое Количество Барьеры Повторяют Наши чиновники Сегодня Наши представители Эту тему Снова Поднимают Евразийско-экономической Комиссии А еще Этим утром Ее обсудили Министры Иностранных дел Двух государств В Бишкеке Сегодня На 59 Году жизни Скончался Заслуженный Артист Кыргызстана Известный Актер Театра И кино Марат Джанталиев Как отмечают Его коллеги Еще вчера Артист Приходил В театр Юного зрителя Где трудился Последние годы Чувствовал Себя хорошо А сегодня Они узнали Что актер Скончался В реанимации Одной из столичных Больниц Другие подробности Пока не сообщаются Марат Джанталиев Сыграл много Ролей В театральных Постановках И в кино В таких фильмах Как Потомок Белого Барса Сундук Предков Саяхбай Гомер 20 века Зрителям Джанталиев Также запомнился Ролью мужа В сатирическом Дуэте Сакиш И Бопуш Коллектив Телеканала НТС Выражает Соболезнования Родным И близким Известного Артиста В Кыргызстане За последние Сутки Еще одна Женщина Стала Жертвой Коронавируса Как сообщил Сегодня утром Замглавы Минздрава Нурбулот Усенбаев Накануне Вожско-областной Больницы Скончалась 47-летняя Пациентка Она страдала Заболеванием Кроветворной Системы Инфекция Вызвала У нее Острую Сердечно-сосудистую Недостаточность Она была В конце мая Госпитализирована В гематологическое Отделение Вожско-областной Межрегиональной Больницы По поводу Множественной Меоломы С поражением Почек Получала Химиотерапию Состояние Было Тяжелое И 31 мая Еще Проведено При проведении Лабораторного Исследования У нее был Выявлен COVID-19 И она Была Переведена В Органскую Городскую Клиническую Больницу Где Проводится Лечение COVID-19 Больных Вот и Несмотря На Проводимую Терапию Вот Несмотря На Реанимационные Мероприятия Вчера Мы Пациент Этот данный Пациент Она умерла От Острой Дыхательной И сердечно-сосудистой Недостаточности На фоне Полиорганной Недостаточности И COVID-19 Умершая Накануне Пациентка Таким образом Стала 24-й По счету Жертвы Коронавируса В нашей Стране Что касается Новых случаев Заражения То за последние Сутки По республике Их Выявлено 23 Новые Инфицированные Есть в двух Столицах И практически Во всех Областях Кроме Баткенской Ну и В Таласской В Бишкеке Выявлено 6 новых Случаев В Аше 4 В Ожской И Джалалабадской Областях Выявили По 3 Случая В Иссыкульской 4 И в Нарынской Области Вирус За сутки Был обнаружен У одного Человека Среди Заразившихся Опять Медики Их Трое Всего Таким Образом В нашей Стране Общее Число Подхвативших Инфекцию Возросло До 2055 При этом Надо отметить Что доля Выздоровевших Составляет Более 72 Процентов За последние Сутки Из стационаров Республики Выписано 38 Пациентов С ранее Подтвержденным Диагнозом COVID-19 Из них Бишкеки 19 В городе Ож 4 В Ожской Области 1 В Нарынской Области 13 И в Джалалабадской Области Выписан 1 Пациент При выписке Результаты Лабораторных Исследований На коронавирус Были Отрицательные Таким Образом Всего За все Время Выписано С выздоровлением По стране 1483 Пациента Сегодня на брифинге Вместе с Нурбулотом Усинбаевым Выступила и глава Представительства Всемирной Организации Здравоохранения В нашей Республике Назира Артыкова Она рассказала О новых рекомендациях ВОЗ По ношению масок Если прежде По ее словам Маски рассматривались Как один из элементов Стратегии борьбы С коронавирусом Чтобы их носили Медработники И в основном Контактные лица То теперь ВОЗ рекомендует Носить их Всем без исключения Особенно в закрытых Помещениях Это позволит Снизить риски Распространения Вируса Особое внимание ВОЗ призывает Обратить на Правильное Ношение масок Необходимо Их чаще Менять Нельзя трогать маску Грязными руками Ну и очень важно Соблюдать дистанцию ВОЗ В магазинах В магазинах В замкнутом пространстве Область рта И область щек При снятии маски Также нужно Пользоваться Чистыми руками Лицо И маску Во время Ношения Трогать Нельзя Меж тем Растет число Инфицированных С неизвестным Источником Заражения А также Тех У кого болезнь Протекает Бессимптомно На заседании Республиканского Штаба Первый Вице-премьер Кубатбек Буронов Сообщил Что только За одну неделю У 31 Человека Выявлен коронавирус Причины заражения Которых Неизвестны Среди них Продавец Столичного Рынка Сотрудник Банка Работник Крупного Цеха И работники Детских Садов С большой Вероятностью Можно предположить Что они Заразились В Бишкеке В общественных Местах По словам Буронова Игнорирование Рекомендаций Минздрава И Республиканского Штаба В части Ношения Масок И соблюдение Правил Социального Дистанцирования Приводят К печальным Последствиям Меж тем Сегодня стало известно Что Ортосайский Рынок В Бишкеке Закрывают На дезинфекцию Об этом Сообщила Вице-мэр Татьяна Кузнецова По ее словам Ранее Было несколько Самообращений С коронавирусом Инфицированные Сказали Что ни с кем Из зараженных Лиц они Не встречались При этом Признались Что посещали Ортосайский Рынок Профильный комитет Джугур-Кокенеша Сегодня одобрил Ратификацию Поправок В Кыргызско-российское Соглашение По авиабазе В Канте Несколько раз Ранее документ Снимался с повестки Депутаты Тогда говорили Что из-за того Что правительством Не было предоставлено Полной информации А в соцсетях Распространялся Слух Что Кыргызстан Отдает В собственность России Взлетно-посадочную Полосу Аэродрома С опровержением На прошлой неделе Потом выступили И российский МИД И кыргызский генштаб Что никакую полосу Или другой участок На территории базы Никто никому не передает Просто Россия Хочет отремонтировать Взлетно-посадочную полосу Намеренно потратить На это 2,5 миллиарда рублей После ремонта Согласно протоколу Право собственности На эти улучшения Будут принадлежать Российской стороне Этот пункт Видимо И вызвал ажиотаж В соцсетях Хотя Принадлежать России Будет не сама земля А лишь замененные Там бетонные блоки Асфальт Причем Только на время действия Срока аренда Авиабазы Поэтому Сегодня депутат Перматов Предпочел Нужным Сочетать Некоторые пункты Документа Российская сторона Продолжает использовать На безвозмездной основе В течение срока Действия Настоящего соглашения Недвижимое имущество Являющееся Собственностью Кыргызской республики Нардеп попросил У представителей Правительства Четко Коротко И по факту Озвучить все Сведения По участкам Добавил Если в правительстве Работают люди Которые боятся Ответственности То пусть сложат Свои полномочия Ведь уже второй раз По законопроекту У правительства Нет никаких вопросов Все им нравится На все согласны Нужно говорить Все как есть А не скрывать Или бояться У правительства Как будто такой тренд Вы боитесь ответственности Вот снова ответили Что по закону Нет никаких претензий Но этого недостаточно Если в правительстве Есть люди Которые боятся Ответственности То пусть уходят С работы На их место Придут сильные Образованные граждане Вопрос к представителю Правительства Вы взяли у фермера 17 гектаров земли Правительство Обещало человеку Что из государственного резерва Ему выделят землю Но до сих пор Не решили проблему фермера Когда вы решите Мне говорят Что документы Лежат в правительстве Но никто не спешит Взять их в руки Бедный фермер Поверил правительству Представителям Местного самоуправления Подумал Ради интересов Своей страны Не жалко и землю отдать На вопрос Поспешил ответить Депутат Перматов Сказал Что вся информация Которая имеется У его коллеги Неправильная Зачитал даже Официальное письмо Генерального штаба Как сообщил депутат Фермеру Было выплачено 8 миллионов сомов Дело Не дошло до суда Это неправда Если бы фермер Получил 8 миллионов Мне бы сообщили Если так То значит Эти деньги Кто-то себе забрал За этим делом Я слежу с прошлого года Зачем вы Обманываете фермера Или суд должен решить У нас есть копии Платежных поручений 7 миллионов 900 тысяч сомов Было возмещено Как сельхозпотеря 34 тысячи 500 сомов Было выплачено Самому фермеру На основе сельхозатраты Я хочу добавить Что фермер Сам подписал Все документы Ему мы предоставили Землю В двух контурах В вашей работе Очень много минусов Недочетов Не все гладко Как вы говорите Думаете Вы сказали Мы поверим Просто меняете Сознание людей В иное русло Депутат Депутат Канбек Иманалиев Заявил Что необходимо Отвезти журналистов На авиабазу И подробно Рассказать А то и показать Что если даже Асфальт Проложили соседи Земля остается Кыргызской По истечению Срока аренды Земля переходит Во владение Кыргызстана Депутаты Отметили Что заинтересованные Стороны Уделили Недолжное внимание Информационной Политики Просто хотелось бы Отметить Что ситуация В Афганистане Серьезная То что планы Различных Террористических Организаций В отношении Стран Центральной Азии Они еще Работают Вот Они Они пытаются Воплотить Уже В реальность И в этой связи Я считаю Что Основную задачу Которая Возложена На Опять же Военную базу В Канте Она Она должна Выполняться Потому что Основная задача Это обеспечение Безопасности Стран Участниц В ДКБ И конечно Южных Рубежей СНГ В этой связи Я считаю Что Крылсан Должен поддерживать Стало известно И то Что Россия Отказалась Открыть Филиал Российской Авиабазы На юге Страны Об этом Сообщил Заместитель Председателя Госкомитета По делам Обороны Нурсейд Кедеев Депутат Закир Шапаров Предложил Открыть Филиал Авиабазы Кант В Баткенской Области Напомню Что Россия Планировала Открыть базу В Козылкие Но потом Отказалась Открыть По какой Причине Не Сообщается В целом Соглашение Регулирует Три вопроса Это Плата За аренду Дополнительных Участков Земли Которые Использует Военная База Размер Оплаты Составляет 291 1600 Долларов На реконструкцию Полосы И других Объектов Россия Потратит 2,5 Миллиарда Рублей Протокол Об изменении Соглашения По авиабазе Подписан Еще в конце Марта Прошлого Однако В Джугурку Кенеш На ратификацию Он поступил Только 18 февраля Этого Года Согласно Документу Россия Будет Платить За аренду Территории Почти На 300 Тысяч Долларов Больше Потому что Как выяснилось Еще ранее Российская Страна Фактически Использовала Площадь На 58 Гектаров Больше Чем Было Указано В соглашении Таким Образом Если Прежде Ежегодно За аренду Россия Платила Кыргызстану Чуть Больше 4,5 Миллиона Долларов То Теперь 4,794 Тысяч Также Протокол Предусматривает И Возможность Использования На базе Беспилотных Летательных Аппаратов Россия Ни одной Стране Не платит Столько Сколько За авиабазу Кант Кыргызстану Условия Соглашения По авиабазе Кант Намного Лучше Чем У военных Представительств России В других Странах Две с половиной Тысячи Долларов А у нас Более Пяти тысяч Долларов Кроме Того Если Вдруг Возникнет Угроза Террористической Атаки Военная База Будет Задействована В мероприятиях По защите Целостности И безопасности Нашей страны Исхак Перматов Отметил Что У вооруженных Сил Кыргызстана На балансе Всего Два Самолета Сейчас В случае Необходимости Доставки Груза Воши Чалабад Не досидели Всего Несколько Месяцев До конца Работы Этого Созыва В Джогурху Кенеши Еще один Депутат Заявил О сдаче Своего Мандата На этот раз Лидер Фракции Кыргызстан Алмаз Батырбеков Написал Заявление В ЦИК О сложении Своих Полномочий Его Уход Как сообщается Связан С подготовкой К предстоящим Парламентским Выборам Отметим Накануне Член Этой же фракции Руслан Чойбеков Также По собственному Желанию Сложил Свои полномочия В итоге За последний Месяц Из этой фракции Мандаты Сдали Уже Четыре Депутата Ранее Это сделали Джаныбек Исаев И Алмазбек Эргешев Вместо них Джорху Кенеш Пришли Джаныбек Джоробаев И Шершенбек Абдакеримов Отмечается Что фракцию Теперь вновь Возглавит Канатбек Исаев По делу О коррупции В историческом Музее И Чулпанатинском Ипподроме Бывший премьер-министр Саппар Исаков Приговорен К 18 годам Лишения свободы Такое решение Сегодня принял Первомайский суд Столицы Согласно вердикту Кроме тюремного Заключения Саппар Исаков Еще должен Выплатить Государству 247 миллионов 650 тысяч Сомов Экзаведующую Отделом Гражданского Развития Религиозной И этнической Политики Аппарата Президента Миру Корыбаеву Суд Также признал Виновной Но по статье Злоупотребление Должностным Положением Корыбаева Должна Выплатить Только штраф В размере 260 тысяч Сомов Напомним Это уголовное Дело Было возбуждено Летом 2018 Года Следствие Обвинило Исакова По факту Незаконного Использования Бюджетных Средств Выделенных На реконструкцию Музея И приобретение Для него Нового Оборудования Ущерб Как заявляли В Генпрокуратуре Тогда составил Более 307 Миллионов Сомов Отметим В декабре Прошлого года Сапар Исаков Был также Осужден На 15 лет Лишения Свободы По делу О модернизации Столичной ТЭЦ Кыргызстанцы Собирают Подписи За отставку Судьи Первомайского Райсуда Айбека Эрнис Улу Как сообщается Авторы петиции Также обратились К президенту Сорумбаю Джиенбекову Чтобы он Через совет Судей Отстранил Судью За то Что оправдал Насильника 13-летней девочки Под петиции Подписались Уже более 3000 человек В тексте Обращения Отмечается Что Айбек Эрнис Улу При рассмотрении Этого дела Нарушил ряд Норм Ранее Отметим Депутат Айсулу Мамашева Заявила Что судья Айбек Эрнис Улу Оправдал Подозреваемого В изнасиловании Несмотря На имеющееся Заключение Экспертизы И добавила Что обвиняемый Ранее Был уличен В других Изнасилованиях Когда работал Вожатым В детском Лагере В Верховном Суде На заявление Депутата Ответили Что оправдательный Вердикт Судьей Айбек Был вынесен Ввиду Отсутствие Состава Преступления Дебошир Который В Бишкеке В минувшую Субботу Разнес Пост охраны Напал С кулаками На охранника И устроил Погоню На трассе Заключен Под стражу На два Месяца Столичной Милиции Сообщают Что такое Решение Накануне Принял Первомайский Суд Столицы Напомним В отношении Задержанного Было Возбуждено Уголовное Дело По статье Хулиганство 30-летний Водитель В нетрезвом Состоянии Как стало известно До того Как разрушить Будку Сначала Снес Шлагбаум И ворота Затем Несколько раз Протаранил Будку Охранника Если бы Тот Не успел Выбежать Пьяному Водителю Вменяли бы Сейчас Другую Статью Помахав Кулаками Перед Другим Охранником Дебошир Сел в свой Недорожник И скрылся Обнаружили Его уже На трассе В сторону Иссыкуля Он мчался На большой скорости Создавая Аварийные Ситуации Несколько Патрульных Машин Гнались За ним Почти До Буомского Ущелья Чтобы Остановить Его Милиционерам Пришлось Стрелять По колесам Его машины Позже В ней Были Обнаружены Газовый Пистолет С патронами И нож Антикоррупционная Служба ГКНБ Сообщает О задержании Сотрудника Мэрии Таласа С поличным При получении Взятки Чекистам До этого Пожаловался Один из местных Предпринимателей Что сотрудник Управления Городской Собственности Вымогает У него Деньги За продление Срока Аренды Муниципального Участка В момент Передачи Меченых Купюр В кабинет Чиновника Затем Вошли Оперативники И вымогатель Был пойман С поличным Следствие Продолжается Задержанные Водворен ВВС Областной Милиции Казабая Ширбаева 58 лет Два года назад Мужчина Открыл Газозаправочную Станцию В Бишкеке Это семейный Бизнес Главе Семейства Помогают И два Его сына Сжеженным Газом Эта заправка Обеспечивает Всю округу Рассказывает Владелец До 1 июля Бизнесмен Должен Установить Автоматизированную Систему Через которую Налоговая Служба Намерена В онлайн Режиме Следить за Отпуском Топлива Платим Сюда Аренду Зарплаты Сейчас Маленькие Сейчас Началась Такая Непонятка Как это АСУ Мы сами Сидим На кредите Как будем Платить Как дальше Жить Не знаем Если Правительство Будет Помогать Пожалуйста А так Лишних Деньги У нас Нет У нас Кассовый Аппарат Работает Все честно Постановление Об установке Оборудования На всех АЗС Напомним Появилось Еще осенью Прошлого Года Требуемые Автоматизированные Системы Стоят на заправках Крупных сетей Рассказывают В ассоциации Предпринимателей В сфере Сжиженного Газа Но не на таких Маленьких Точках Как у Казабека Ширбаева Малому И среднему Бизнесу Они могут Обойтись В копеечку Основная Часть Которого Сосредоточена В регионах У предпринимателей Есть опасения Что через месяц В стране Может возникнуть Коллапс Тогда и Население В глубинке Негде Будет заправить Свои машины Санкции Разумеется Есть В этом постановлении Четко сказано Что те Заправочные станции И заправочные пункты Не будут Не имеют Будут править Работать Нас опечатают С учетом Всех Налоговых Пошлин И всех Как бы Анализов Нам приходят Конкретные Коммерческие Предложения От компаний И с учетом Всех этих Предложений В среднем Одна Автоматизация Нашей заправки Будет составлять От 730 тысяч До 1 миллиона Сомов Что конечно Это просто Колоссальная сумма Придется брать кредиты Под большие проценты Говорят предприниматели Но не все Могут пойти На такие риски В стране Чуть более Тысячи заправок Лишь 350 Из них Автоматизированы В правительстве Говорят Обещали помочь Однако То что чиновники Называют Помощью бизнесу Смешная сумма Налоговое поставление От министерства Экономики А также От госналоговой службы Это Амортизация В 1900 сомов 1900 сомов Это налоговое Послабление Где поддержка Малого бизнеса Где Реальная помощь В виде Снижения Налоговых ставок Где реальная помощь В виде налоговых Каникул Мы этого не видим Дайте нам то Что вы обещали Нам предлагают Поставить системы Иностранного производства То есть Программное обеспечение Которое нам Мы ставим Мы покупаем За границей Оно у нас В Кыргызстане По этому поставлению Не сертифицируется И не проверяется Вопрос Как оно будет у нас работать Никто не знает Она будет у нас работать На первоначальном этапе Обязательно со сбоями Требуется длительный тест В период Устранения ошибок Отладки Чтобы персонал На ней работать В Казахстане Эту систему Налаживали В течение Долгих девяти лет Рассказывают специалисты В Таджикистане Наладили свое Производство оборудования В нашей стране Его не выпускают Хотя специалисты имеются Две компании Предоставляют услуги По автоматизации заправок Однако и они Предлагают Программное обеспечение Иностранного производства Чтобы проделать Необходимые манипуляции На одной точке Необходимо 10 дней Осталось всего 20 Предприниматели Опасаются Что использование Иностранного Программного обеспечения Может привести К утечке данных Анна Сосия Соболева Ирлан Кемельбеков НТС Программного обеспечения 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 Продолжение следует... Продолжение следует...